Что нас ждет в этом вопросе? Говоря о законе категоризации, должен признаться, что главный фокус спора по поводу этого законопроекта заключается в борьбе за розничного инвестора, неквалифицированного инвестора. А именно за то, я не знаю, насколько эта индустрия сокрытых паевых инвестиционных фондов важна, но наш фокус в нашей дискуссии с Центральным банком в том, как много финансовых инструментов будет доступно неквалифицированным инвесторам, условия доступа неквалифицированных инвесторов к таким инструментам. Первоначальная версия законопроекта, какой она была года три назад, предполагала очень жесткие ограничения. Я никак не искажу ситуацию, если требование заключалось в том, что неквалифицированные инвесторы могли бы быть доступны только государственные облигации. Конечно, мы очень далеко ушли в развитии понимания общего и поиски общей позиции с Центральным банком. Сегодня она гораздо лучше, а я надеюсь, будет еще лучше, чем та, которую он заявляет в ближайшее время. И похоже на тот компромисс, который мы примем. Мы думаем, что розничным инвесторам должно быть неквалифицированным инвесторам, должны быть доступны все инструменты, обращающиеся на организованном рынке, так предусмотрены в ФИДе. Мы согласны, тем не менее, что для тех из инструментов, которые не были включены в первое и второе котирование списка, а ими инструментарии, допущенные по организованным рынкам, не исчерпываются. Это еще примерно 800 инструментов на московской бирже и 1000 инструментов на Санкт-Петербургской бирже. Окей, мы согласны с тем, что эти 1900 инструментов могут быть доступны неквалифицированным инвесторам при условии аппроприятельности тестирования. Аппроприятельность тестирования – это брокерское тестирование, направленное на то, чтобы убедиться в том, что клиент подает себе отчет в том, сделки с каким инструментом он просит. Но это должно быть несложным. Во всяком случае, в Европе это несложно, и в Соединенных Штатах Америки несложно. Тестирование ни в коем случае не экзамен, который является скорее поводом для инвестора задуматься лишний раз, стоит ли ему связываться с инструментом, который он просит приобрести, чем выявление глубины его понимания экономики. Да, это такая, на наш взгляд, таким образом форма предупреждения о рисках и самооценки инвестора, чем, ну то есть это скорее так, чем экзамен. При этом мы думаем, что тем из инвесторов, которые аппроприятельность тестирования не прошли, на усмотрение брокеру должна быть дана возможность выбора, совершить ли, если клиент наставит, так и он не отдает себе отчеты, и брокер предупредил ему о том, что он не стал бы рекомендовать ему совершить эту операцию, и вот если угодно, он может ознакомиться с рисками совершения этих инструментов, и тем не менее, если клиент на этом настаивает, брокер должен иметь право, пусть это будет его собственной политикой, совершить ли такую сделку или такую сделку не совершить. Так миф едет. Спор, который прямо сейчас идет с Центральным банком, это спор уже об иностранных ценных бумагах. Мы по существу не спорим о том, что 800 бумаг московской биржи вне первого-второго списка будут доступны розничным инвесторам при условии аппроприятельности тестирования, и даже последнее слово на этот счет у клиента будет, пусть ограничена сумма и ордера. Мы спорим сейчас об иностранных ценных бумагах от 2080, по-моему, ценных бумаг, которые в настоящее время обращаются на Санкт-Петербургский бирж. Для нас кажется чрезвычайно важным дать возможность доступа российским инвесторам к этим инструментам, как с точки зрения диверсификации, возможности диверсификации, так и с точки зрения привлечения на этот рынок тех из депонентов, которые до сих пор предпочитали валютные депозиты, и поэтому склонны выбирать среди инструментов, обращающихся на финансовом рынке, валютные инструменты. Мы считаем, что чем большие возможности у инвесторов будут приобретать иностранные инструменты, тем с большей охотой они будут приобретать российские инструменты, просто имея возможность хеджировать риск изменения курса рубля инструментами иностранными. И бояться этого не стоит, потому что на практике розничные инвесторы предпочитают все-таки национальные инструменты. Поэтому, борясь за возможность для них выбора, мы вовсе не думаем, что иностранные инструменты будут главным предпочтением розничных инвесторов. Однако те из них, кто будет искать иностранные инструменты, если им в такой возможности будет отказано, будут находить удовлетворение своего спроса за рубежом. Это слишком просто сейчас заключить договор с иностранным брокером, получить доступ ко всему, ко всей вселенной финансовых инструментов и, кстати говоря, не лишиться возможности доступа к российскому инструменту. Мы очень боимся того, что бенефициарами наших усилий по привлечению на российский рынок розничных инвесторов станет не российская индустрия, не российская инфраструктура, а индустрия иностранной инфраструктуры. Чтобы этого избежать, мы должны избежать сильного, по крайней мере, регуляторного арбитража между нашими правилами и правилами иностранных рынков и таким образом российским инвесторам дать достаточно хороший доступ к иностранному инструментарию. То, о чем сейчас идет речь, в дискуссии, может быть, вы увидите прессу, Центральный банк идет нам навстречу, но предлагает обсудить, не следует ли российского розничного инвестора ограничить возможности приобретения только тех из иностранных бумаг, которые будут включены в одобренные Центральным банком индексы. Мы думаем, что этого делать не стоит, это неудобно, это незачем, дело не в индексах. Мы полагаем, что весь инструментарий, иностранный инструмент, все иностранные инструменты в настоящее время обращающиеся в Россию, я думаю, что недалек тот день, когда Московская биржа тоже присоединится к Санкт-Петербургской и предложит доступ, начнет организовывать обращение иностранных инструментов, таким образом, весь российский организованный рынок, все, что будет на нем обращаться, иностранного, на наш взгляд, должно быть доступно розничным инвесторам, пусть и при условии апроприятельности тестирования, которого, кстати говоря, для такого рода инструментов, обращающихся на организованном рынке, за границей нет. Но пусть у нас будет, пусть мы будем предупреждать, убеждаться в том, что наш клиент отдает себе отчет в разнице между российским правопорядком и иностранным правопорядком, лишний раз задумается, понимает ли он механизм налогообложения, доходов по инструментам, которые собирается приобрести, способен ли он отдавать себе отчет, сможет ли он читать информацию, которая раскрывается там, на иностранном языке, и несколько других вопросов, которые должны заставить его задуматься, стоит ли ему это делать, мы с этим согласны. И пусть это будет сопровождаться апроприятельность тестирования. Две или три другие темы, которые для нас остаются дискуссионными в этом законопроекте, это нам нельзя допустить арбитража между структурными продуктами, предлагаемыми разными индустриями, с этим мы уже столкнулись, и в этом смысле, например, ИСЖ является типичным структурным продуктом, который не должен иметь преимуществ перед иными структурными продуктами, предлагаемыми индустрией фондового рынка. Если речь будет идти об освобождении от апроприятельности тестирования ИСЖ, обеспечивающих 100% защиту капитала, то мы хотели бы, чтобы точно так же доступно, без апроприятельности тестирования, должны были бы быть и любые другие финансовые инструменты, структурные продукты со 100% защитой капитала. Более правильным, однако, решением мы не считаем апроприятельность тестирования, но так умеем. Для всех структурных продуктов это стало быть, для ИСЖ тоже. Вторая или третья тема, по поводу которой мы ведем консультацию с Центральным банком, место инвестиционного советника в этом процессе. На наш взгляд, инвестиционный советник должен иметь возможность, как осуществлять категоризацию, квалифицированный инвестор, должен проводить тестирование, точнее, тестирование, которое он проводит, более строгое, чем то, которое мы не собираемся требовать от брокера. Светвили тестирование, апроприятельность тестирования в себя включает. Поэтому, на наш взгляд, брокер должен полагаться на такое тестирование. Если он доверяет инвестиционному советнику, а такое нечасто будет на самом деле, он под свою ответственность, никто с него ответственность за это не снимет, может исполнить, на наш взгляд, так должно быть, исполнить поручение клиента, если оно дано на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации, без апроприятельности тестирования. И, наконец, четвертая тема, что ли, это тема переходных положений. Сейчас мы обсуждаем, Центральный банк готов пойти на полтора года отсрочки вступления в силу закона. Мы думаем, что полутора лет будет недостаточно. Нам много чего нужно будет сделать в течение первого года после вступления в силу этого закона, после чего, на самом деле, только и определятся правила игры окончательно. И только после этого у индустрии появится возможность приводить свою деятельность в соответствии с этими правилами игры. Стало быть, меньше двух лет должно быть дано год на нашу вместе с Центральным банком нормативную работу в исполнении этого закона. Еще год не меньше для индустрии для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями этого нового закона. Квалифицированные инвесторы, требования к ним ужесточаются. Стало быть, в зависимости от этого мы должны определить и переходные положения в отношении тех из инвесторов, которые сегодня являются, а с принятием закона перестанут соответствовать критериям квалифицированных инвесторов, не будут соответствовать этим критериям, определиться с их судьбой. В течение какого срока следует ли это ограничивать каким-либо сроком возможность продолжать им считаться квалифицированными инвесторами. Окончательного решения на этот счет нет. Подытоживая свои комментарии, хочу сказать о том, что мы прошли фантастически длинный путь в дискуссии с Центральным банком. В высшей степени удовлетворены его готовностью идти навстречу индустрии в поиске компромисса с нами. Я надеюсь, что не так много нам осталось договориться для того, чтобы счесть компромисс достигнутым. И полагаю, что это произойдет в ближайшее время. Алексей, спасибо большое. Как Вы считаете, в какие сроки, на Ваш взгляд, мы найдем какой-то консенсус и когда нам ожидать принятие этого закона? Я полагаю, что до конца года мы консенсус найдем. Потом просто административно, точнее процедурно очень тяжело успеть принять этот закон, еще и принять этот закон до конца года. Я думаю, что наиболее реалистичным является его принятие в начале следующего года. Да, и наша основная задача сейчас до конца года с Центральным банком найти договоренности по оставшимся у нас вопросам.